МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Трагедия в Токаревке. В поселке Близкараганды повесился ученик 8-го класса. Карагандинку отказываются лечить врачи после страшного ДТП. Отчет на высшем уровне. Акимовла Сиборжан Апиша встретился с населением и отчитался перед ним. Трагедия Токаревки. В поселке Близкараганды повесился ученик 8-го класса. Страшная трагедия произошла 19 февраля. Как рассказывают близкие погибшего, причина смерти возникла от его травмы, полученной еще три года назад. О большой трагедии маленького села Мирамгурс Лакимбаева. В тот злополучный день Нуржан Табаев оделся и вышел на улицу. О том, что произойдет страшная трагедия, никто не подозревал, говорит родной дядя погибшего мальчика. Только вот спустя несколько часов школьника нашли в сарае, висящем на веревочной петле. Предпринятые меры первой медицинской помощи не принесли положительного результата. И прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть юноши. Тут еще бабушки все дома были, соседки были дома. Никто ничего? Никто ничего, просто сидел и ушел. Убитые горем родные в шоке. Нуржан всегда был примерным мальчиком, говорят они. Учился на отлично, был гордостью бабушки. Однако в смерть своего племянника дядя мальчика до сих пор не верит. Даже в уме не складывается. Даже не знаем, честно скажу. В школе, где учился мальчик, все в один голос тоже уверяют, что Нуржан был примерным учеником. Завуч по учебно-воспитательной части не знает, какие причины побудили школьника совершить суицид. Однако педагог отметил, что это может быть связано с его болезнью. Как выяснилось, три года назад Нуржан получил серьезную травму. Мальчик часто болел. Даже родные ребенка собирались оформлять на него инвалидность. Однако сделать это так и не успели. Сказать, что был хулиганом или неблагополучным ребенком, я сказать не могу. По мере своих способностей занимался посредственно, между тройкой и четверкой. Но проблема суицида, я думаю, что это, наверное, все-таки было связано с его здоровьем. Потому что три года назад ребенок получил травму, играясь, лишился одной почки. Сейчас вот оформляли инвалидную пенсию. Я думаю, что это именно связано с этим. К слову, по количеству суицидов среди молодежи на сегодняшний день Казахстан лидирует. Так, например, за 2011-2012 годы около 320 лиц в возрасте до 18 лет покончили жизнь самоубийством. Напомним, Нуржану Табаеву было всего лишь 14. Даже по положению, да, ребенок, если имеет такую серьезную травму или есть у него такая вот справка, да, он даже освобождается. Есть же перечень специальных заболеваний, от которых ребенок освобождается от переводных и выпускных даже экзаменов. Поэтому это ложь. Я это отрицаю. Этого не могло быть. И тем более восьмиклассник. У него, можно сказать, что вот первый год после травмы он часто лежал в больнице. Поэтому это неправда. Сейчас в сарае, где произошла трагедия, никто из родственников не заходит. Родные говорят, рана после смерти племянника еще не зажила. Карагандинку отказываются лечить врачи после страшного ДТП. К нам на сайт обратилась женщина, по словам которой, местные скулапы отказываются госпитализировать ее больную дочь. Более того, виновник трагедии наказания так и не понес. Все подробности узнавали наши корреспонденты. Любовь Слюсарева уже несколько недель обивает пороги медучреждений в надежде добиться справедливости. Женщина рассказывает, ее дочь отказывается лечить карагандинские медики. 25 января 29-летняя Ольга Слюсарева попала в аварию. На высокой скорости в легковушку, где находилась девушка, влетел пассажирский автобус. С многочисленными травмами, в том числе переломом ребер, лопатки и сотрясением мозга, ее госпитализировали в первую больницу Майкудука. Продержав чуть больше недели, пострадавшую выписали, невзирая на то, что состояние пациентки лучше не становилось. Сейчас мать двоих детей прикола на кровати. Родные рассказывают, что виновник той страшной аварии ответственности так и не понес. И к потерпевшей ни разу не пришел. Более того, мать вспоминает, что Ольгу, которая едва пришла в себя после случившегося, в грубой форме допрашивал дознаватель Рахимов, заставив подписать какой-то документ. А позже выяснилось, что дело по ДТП и вовсе закрыто. Я говорю, почему закрыто? А ваша дочь якобы все подписала, что никому претензий никаких не имеет. Я говорю, вот в таком виде. Можно, что никаких претензий не имеет, когда она вся разбитая, двое маленьких детей, вот она вся сломанная. Из меня хотят сделать как свидетеля. Это я как свидетель, один человек пострадавший, это будет как этот... Я что, не потерпевшая? Ой, не пострадавшая, а как свидетель, а я-то пострадавшая тоже. И административный суд как бы быстрее. А два человека – это уголовное дело. Почему девушку не хотят госпитализировать, а виновник аварии не несет ответственности, женщины не понимают. По их мнению, здесь замешаны чьи-то интересы. Сейчас, в надежде сдвинуть дело с места, семья обратилась в прокуратуру. Будет ли рассматривать вопрос надзорный орган, покажет время. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Отчет на высшем уровне. Аким области Баужа Навдишев встретился с населением и отчитался перед ним. Услышать главу региона смогли более трех тысяч человек. А задать вопросы смог каждый желающий, который сегодня попал в здание Нуратана. В этом году отчет проходил в онлайн-режиме. Подробнее прямо сейчас. Карагандинская область за прошлый год добилась заметных успехов по многим направлениям социально-экономического развития. В регионе построены новые школы и больницы, созданы инновационные предприятия, проходит масштабный ремонт дорог. Словом, индустриальный регион стремительно развивается. Девять проектов запущены по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. Создано порядка тысячи рабочих мест. В этом году запланировано реализовать еще 11 инновационных проектах в рамках карты индустриализации на сумму более 60 миллиардов тенге. И это не предел, уверен глава региона. Работа по привлечению новых проектов должна стать еще более активной. Причем главный упор мы будем делать на поддержке инвестиционных проектов, реализуемых в базовых отраслях экономики области, являющихся конкурентоспособным преимуществом нашего региона. Прежде всего, это угольная и горнодобывающая промышленности, металлургия и машиностроение, химические и фармацевтические промышленности и туризм. В регионе ремонтируют и возводят новые многоэтажки. Для каждого казахстанца жилье – первостепенный вопрос и прочная основа благополучия жизни, говорит Оржан Абдишев. В подсчетном периоде по области введено 270 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 50 тысяч в рамках госпрограммы «Санятость-2020». В 2013 году по программе «Доступное жилье» планируется в год более 300 тысяч квадратных метров жилья. Это 8 многодажных жилых домов в городе Караганде, Балкаше, Садпаево, Шахтинске и Жанаптинском районе. Получат жилье и дети-сироты. Таких в области почти 5 тысяч. Для этой категории в 2013 году будет выделено более 100 квартир. Послушать, чего добилась наша область за 2012, пришли сотни горожан. Более трех тысяч жителей региона смогли в интерактивном режиме пообщаться с Баужаном Абдишевым. Их интересовали вопросы развития образования, здравоохранения, выделения жилья, строительства и ремонт дорог. Несанкционированные свалки. У вас в счете было 1491 в этом году. А сколько это в сумме было? И почему? За счет одних, это налогоподельщики, вы выводите. Остальные... Что обозначается несанкционированные свалы, которые на приеме, когда я приезжал с министром, это налогоподельщики. Да, вопрос стоит, это решение не одного дня. Но сегодня мы эти вопросы прописали правила устройства, которые принимаем по области. Подняли горожане вопрос энергосбережения. Однако Рагандинка поинтересовалась наличием энергосберегающих ламп в доме самого Баужана Абдишева. Как оказалось, глава региона – ярый борец с энергодефицитом в регионе. Мы все сегодня этим вопросом должны заниматься. Мы должны у себя дома ставить, переходить на энергосберегающие лампы, а не у меня есть, а все вас присылают в форме. Если вы видите, я уже докладе сказал, какой сегодня у вас энергетефицит обеспечения. Все вопросы Баужан Абдишев внимательно выслушал. Ни один из них не остался без ответа. Высказанные критические замечания и предложения будут взяты в работу. Из-за их реализации будет установлен постоянный контроль, подытожил глава региона. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Семь лет в режиме развлечений. Карагандинский журнал «Выбирай» отметил свой очередной день рождения. Вечеринка по случаю праздничной даты прошла в стиле Голливуда. Мужчины пришли на пати в классических костюмах, а дамы в элегантных вечерних нарядах. Гостей развлекали модным показом, а угощали самыми изысканными блюдами. Поздравил журнал «Выбирай» наш корреспондент. Семь звездных лет с «Выбирай» – один из старейших журналов Караганды празднует свой день рождения. Семь лет юный возраст. Журнал прошел лишь начальный этап. И сейчас смело шагает в школу жизни, бизнеса и рекламы. Говорит одна из центральных персон «Вечера», главный редактор журнала «Выбирай» Татьяна Голубцова. Она же рассказала и об успехах, которые издание успело достичь за эти годы. Во-первых, вырос в пираж журнала. Мы сейчас являемся самым пиражным журналом в городе Караганде. Во-вторых, мы открыли филе нашего журнала в Астане. И сейчас точно такой же журнал издается в Астане, и тоже большим пиражом. У нас работает сайт «Выбирай». Мы проводим много-много проектов, в том числе проект «Голотая вилка» для рестораторов, который уже полюбился нашим карагандинцам. Ну вот такие вот успехи, я надеюсь, и будет еще больше. Флагман информационно-развлекательной сферы угольной столицы подошел к праздничной дате с особой ответственностью. Поздравить журнал с днем рождения пришел весь карагандинский бомонд. Люди в таинственных масках и гламурных нарядах, талантливые певцы и музыканты, артисты и почетные рекламодатели. Директор ивент-компании Елена Фролова уже много лет сотрудничает с журналом. Реклама «Выбирай» безусловно работает, говорит бизнесвумен. С журналом «Выбирай» я знакома очень много лет, я их люблю, обожаю. Очень рада за них, что у них сегодня такой замечательный день, у них сегодня день рождения. Хотелось бы им пожелать, конечно же, процветания. Я знаю, что они сейчас расширяются не только в Караганде, а не в Астане. И очень хотелось, чтобы они всегда были с нами. Голливудскую тематику вечера продолжила дефиле «Красавиц». Весь вечер гостей развлекали конкурсами, выступлением профессиональных танцоров и певцов. Известная вокалистка Надежда Зыкова – не только давний друг журнала «Выбирай», но и постоянный читатель. Журнал очень интересный, познавательный, красочный. Очень много узнала о новых местах в нашем городе, о людях, живущих в этом городе. «Выбирай» обещает такой праздник не последний в насыщенной жизни журнала. Чем еще порадует информационно-развлекательное издание, увидим совсем скоро. Ирина Камышо, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Сегодня студенты одного из высших учебных заведений города встретились с учеными ведущих вузов Японии, Турции, Польши и даже Америки. В шахтерской столице состоялась международная научно-практическая конференция на тему наука и образования в современном мире. Заседание прошло в рамках стратегии «Казахстан-2050». На конференции обсуждали актуальные проблемы и анализ современного состояния науки и образования. Доклад одной из участниц мероприятия Айжан Жусуповой был на тему опыт научных стажировок и образовательных программ в университете Казну имени Альфараби. Мне очень нравится, что сейчас, исходя из того, что в стратегии «Казахстан-2050» глава нашего государства Нурсултана Пешевич Назарбаев сказал, что мы как раз должны интегрировать международное образовательное пространство и развивать наши самые сильные стороны, такие как человеческий потенциал нашей страны. На мероприятии были широко представлены доклады из средних общеобразовательных и технических учебных заведений, также госучреждений и медицинских клиник. Всего было получено более 300 докладов. В работе конференции принял участие доктор юридических наук Явус Ердоган. Зарубежный деятель выступил с докладом на тему проблемы в информатизации. В своем докладе он рассказывает о том, как борются с правонарушениями в сфере информатизации в Турции. Например, любой человек через интернет может открыть счет другого и обманным путем все его деньги перечислить на себя. В последнее время такие случаи часто встречаются, и поэтому такие преступления нужно внести в уголовный кодекс. А участники, в свою очередь, желают, чтобы такие полезные мероприятия проводились как можно чаще. Я могу пожелать только лишь, чтобы таких конференций проводилось больше, и чтобы участвовали в них такие же интересные ученые. Рамгуль Салкинбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Бегопарк снова радует маленьких карагандинцев. Один из крупных развлекательных центров города организовал для учеников школы-интерната номер 4 бесплатный праздник. Дети из малообеспеченных семей веселились на аттракционах целый час и бесплатно. Подробнее в нашем следующем репортаже. Вчерашний день для воспитанников школы-интерната номер 4 стал особенным, ведь Бегопарк подарил им развлекательное шоу. Веселье длилось час, все это время дети находились на аттракционах. У нас учатся детки, которым в жизни немножко не повезло. И мы очень искренне благодарны всем сотрудникам, генеральному директору центра развлечений Бегопарк за предоставленную сегодня сказку. К слову, на праздник были приглашены ученики начальных классов. Дети из малообеспеченных семей на таком празднике впервые. Почувствовать такую веселую и заводную атмосферу им ранее не приходилось. Мне понравился Бегопарк, когда мы катались на аттракционах. Спасибо воспитателям за то, что они нас сюда привели. В конце праздника для детей сотрудники Бегопарка организовали вкусные чаепития. Мирамгуль Салкинбаев, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Со спортивными новостями вас познакомит Берий Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. Сарарка чемпион. И это не просто кричалка местных болельщиков. Это факт. За два тура до окончания регулярного чемпионата ВХЛ карагандинский клуб сумел дожать неуступчивую Кубани с Краснодара. А вот Рубин, отстававший от лидера на 4 очка, уступил дома в овертайме Таросу и довольствовался одним баллом. Таким образом, за два тура до окончания регулярки разрыв между лидерами увеличился до 6 пунктов. А по регламенту ВХЛ, если по окончании последнего тура регулярного чемпионата по набранным очкам лидирует более одной команды, побеждает та, у которой больше побед в основное время. Поэтому показатели у карагандинцы обережают тюменцев на три победы. Сразу по окончании матча еще не было известно о проигрыше Рубина и, соответственно, о победе в регулярке. Задача, сейчас у нас задачу поставили первое место занять. Мы все дружно и хотим выполнить эту задачу, стараемся. Осталось пару игр в регулярке. Будем все прикладывать. Все, они неплохо играли, много моментов не реализовали, к сожалению. Ну, такая хорошая, интересная игра, думаю, получилась. Надеюсь, болельщикам понравилось. На послематчевой пресс-конференции оба тренера довольно сдержанно поделились мнениями о матче, поблагодарили друг друга, прессу и разошлись. А тренер Сараркии Михаил Пикалов, видимо, держал в уме заканчивающуюся встречу Рубина и Тороса. Здорово сыграл Денис Франскевич, вратарь наш, выручил, конечно, в третьем периоде. Но ни в коем случае никто не бережет, все выходят и бьются до конца. Ну, нам где-то не повезло, маленькое завершение. Ну, как говорится, может, сильнейший побеждает, поэтому... Все бы с игроком поблагодарить за хорошую игру, самоотдачу. Хотя мы находимся в зоне черти плей-офф, очки нужны, ну, чуть-чуть это не повезло, это игра хоккей. Ну, все. Карагандинский спорткомплекс «Жастар» принимает третий турнир по дзюдо на призыв ветеранов спорта, приуроченный к 40-летнему юбилею борьбы дзюдо в Карагандинской области. На турнир ожидается приезд команд из России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины. На нашем турнире сегодняшним выступает пять стран, включая нашу сборную Казахстана. От нас участвуют, значит, первые, вторые и третьи номера чемпионата Казахстана прошлогоднего. Ну, этот турнир, как бы, первый в этом году, и мы хотим ребят, прошлогодних призеров чемпионов, как бы, еще раз проверить. На спортивной базе Карагандинского экономического университета Каспо-Трепсоюза стартовала седьмая спартакиада среди студенческой молодежи на призы Акима Карагандинской области. Спартакиада очень обширная и включает в себя 12 популярных видов спорта и охватывает практически все виды спортивной деятельности. Соревнования включают в себя как народный Казахша-Курес и Догас-Кумалак, так и традиционный баскетбол, волейбол, теннис и другие. Спартакиада проводится традиционно, седьмой раз в этом году. Спартакиада среди студенческой молодежи на призы Акима Карагандинской области. Как вы знаете, у нас в области функционируют 10 вузов. Из них сегодня принимает участие 8 вузов. Вы знаете, что мы сейчас готовим очень много мероприятий по подготовке зимней спартакиады, всемирной зимней спартакиады, которая пройдет в Казахстане, в Алматы в 2017 году. Это все, с чем успели познакомить вас корреспонденты 1-го Карагандинского. Я напоминаю телефоны новостной службы 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Я желаю вам приятных выходных, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok